Устраните эту причину, и поясница перестанет болеть. Меня зовут Сергей Длин, я врач-невролог, остеопат, специалист по превентивной медицине. И сегодня я вам расскажу про самую частую причину, которая вызывает боль в пояснице и зачастую является также причиной образования грыж, межпозвонковых грыж в поясничном отделе, вызывающих адские боли и часто приводящих на операционный стол. Фактически у всех пациентов, которые ко мне попадали с сильными болями в пояснице, мы наблюдали основную одну проблему. Это ситуация, при которой крестово-поздошное сочленение перестает нормально работать. А это самый крупный, можно сказать, самый крупный сустав в теле человека. Там поверхность соприкосновения хрящевой ткани очень большая. Когда это происходит? А происходит это, когда тазовая косточка, одна относительно другой, разворачивается вперед. И у нас происходит ситуация, когда таз расположен не так, как у меня сейчас ручка, параллельно полу, а одна тазовая косточка, например, левая сторона, приподнимается относительно правой. И таз располагается вот таким образом. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мышцы с этой стороны уходят в спазм. Они вынуждены компенсировать, чтобы тело не отклонялось в сторону напряжением вот этот перекос. Блокируются суставы между позвонками выше. И возникает перегрузка нижнепоясничного отдела. Когда мы ходим, когда мы встаем, садимся, когда мы делаем любые движения, вот этот биомеханический перекос всё время даёт о себе знать. И накапливается за какой-то период, например, полгода или год, всегда это занимает время, ситуация, когда диск между позвонками постоянной нагрузки не выдерживает. Он вынужден работать за неработающие соседние сочленения, за неработающие суставы, которые лежат выше него. И он один бедный работает, а ещё из-за того, что здесь всё в спазме, кровоток нарушен, и он не получает нормальную микроциркуляцию, обновления клеток не происходит, и в какой-то момент разрывается связочный аппарат, окружающий межпозвонковый диск, и всё, это грыжа. И чаще всего она вызывает очень сильные боли, особенно если она больших размеров. Также она опасна тем, что она, выходя в область спинномозгового канала, может сдавливать нервные корешки, и часто люди, которые имеют грыжи диска, могут чувствовать не только боли, но и онемение, и слабость в ногах. Так как же узнать в домашних условиях, пока не заболела поясница, есть ли так называемое смещение, скрутка тазовой, одной тазовой кости относительно другой? Сейчас я вам покажу. Этот тест очень простой, его может сделать каждый просто дома. Что мы делаем? Мы сделаем с вами две вещи. Первое. Разуваемся, встаём на пол и начинаем, просто начинаем ходить. Ходим 30 секунд, потом через 30 секунд останавливаемся, встаём в нейтральное положение и смотрим на свои стопы. Что мы можем здесь увидеть? Во-первых, мы смотрим, на одном ли уровне у нас находятся носки. Второе. Мы смотрим углы, под которыми располагаются ноги. И очень часто мы можем увидеть, что стопа одна отведена наружу. А связано это с тем, что область мышц с наружной стороны поясницы бедра напряжена и, собственно говоря, она не даёт ноге находиться в нейтральном положении. И для неё это положение становится естественным. Это уже первые признаки скрутки таза. Вторая часть домашнего теста, значит, что мы делаем? Мы находим косточки у себя спереди, ставим руки прямо на эти косточки, да, смотрим, чтобы мы упирались сверху на них, прямо лежали на этих косточках. И просто подходим к зеркалу и смотрим, что мы должны посмотреть. На одном ли уровне находятся у нас пальчики. И очень часто мы можем увидеть, что один палец, например, правой руки выше, чем левой. И дальше мы ещё можем почувствовать, что вот эта косточка вроде мы давим одинаково, но почему-то она здесь на палец давит нам сильнее. То есть, как правило, при скрутке таза одна из косточек будет выпирать немножко вперёд. И это второй тест, который покажет о том, что тазовые косточки действительно скручены. И эту штуку надо устранить, потому что рано или поздно поясница заболит. Если вдруг тест показал, что у вас есть скрутка таза, тогда посмотрите, пожалуйста, на другом видео, как её убрать. С вами был доктор Длин. Подписывайтесь на мой канал. Канал о том, как заботиться о своём теле, чтобы оставаться здоровым и активным долгие годы.